Она текст повторяет. А тут я бегу такой. Наталья Николаевна, здрасьте, и дальше. Она мне так спинулась. Что ты сказал? Я сразу сразу думаю. Не знаю. Как-то неправильно назвал её. У нас на дверь написано. И писала. Думаю, наверное, не Николаевна. Я сразу сказал, здравствуйте, Наталья Николаевна. Вася. Наташа. У меня всего 46. И Света, Лена, Галя, Наташа. Ну, они ещё все были очень хорошие артистки. Они все ещё были Снегурочкой. Вот. И именно они мне рассказали волшебный стишок, в котором поётся бабе скоро, 40 лет, прыгает, как дурочка. Угадайте, кто она? Правильно, Снегурочка. А вообще во многих детях приезжаешь, когда работает, первое, что у тебя спрашивают артистки, что ты там играл? Гамлет, Часки? Нет. Морозишь. И, значит, и, естественно, попав в Кирове, опять попал в сказки. Но уже сказки другого уровня, такие более сложные, объёмные и невыездные. Итак, сказка кировской вот этой драмы «Авенький цветочек», в котором я играл «Цветочек». Чудовище! Ну, как играл? Это было чудовище, которое заказали в Москве, в театре кукол имени Образцова. Это такая штуковина, три с чем-то метра высотой. Ну, какой-либо. Йети, снежный человек такой, знаете, из двух частей состоял. Так сверху часть отстёгивали, там железный каркас. Она стояла, не падала. У меня монтировщики со стула. Шпок, космонавта вставляли. Тут всё застёгивалось, какие-то жуткие карабины сверху. Шпок, 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 шпок. И я оставался в темноте. Тут такая сеточка на уровне живота. Йети. Я видел публику, а она меня нет. А тут такие штучки были, трости управлять руками. Каждая рука весила около пяти килограмм. И когда оттуда вылез первый раз, я думаю, надо водички топить. Никак. Я думаю, блин, вспомнил, как учил лебедев. А, блин. Руки никак. И чудище, всё. Оно ещё глазами мигало. Такая верёвочка. Ещё там был выключатель. Нажимаешь, а там глаза загорались. И мне объясняет, да слушай, а он его озвучил в микрофон из рубки звукорежиссёра. Вася, смотри, стоишь. Она говорит, «Выходи, мой милый друг, покажись». Ты выходишь к ней. Она тебя видит, пугается, а, и убегает. А ты вслед. «Подожди, подожди, прости меня». Почему тебя звали Аленушка в сказке? Хотя, Настенька, ну, Аленушка. «Аленушка, Аленушка, ухожу я, Аленушка, ухожу». И он говорит, «Стоишь секунд тридцать». И просяк, считай. А я там буду говорить. А там за твоей спиной монтировщики декорации меняют. Хорошо, я вышел, она убежала. Я стою, машу руками, а он там, а я стою, считаю, раз, два. А он там, «Ухожу я, Аленушка. Прости меня, Аленушка. Ухожу я, Аленушка». Человек просто перестоял бы. А как же сигнал-то подать, что уже все, иди отсюда. Быстро, а? Убежал быстро. И в этой сказке было одно обидно, что я два часа в Нечутищем там, оно весело 40 тысяч килограмм, там бегал, а в финале «Принца», вот в этих белых золоченых одеждах, в которых, Аленушку-то под венец нет, выходил Сережка Баранов. Он играл в этой сказке три минуты. Выход и поклон. И ему писали, какой у нас прекрасный принц. Мы все-таки отзывы и поклонницы с цветами стояли. Я говорю, Сереж, может, махнемся? Он говорит, не-е-е. И в этом же театре была такая замечательная история с еще одним детским представлением. Давайте сажать, давай две, откроем. Ну что, чуть-чуть, да? Вот, нормально. А, спасибо. Итак, еще одно детское представление, дорогие друзья. которое мы тоже безумно любили. И называлось это представление «Великий вождь краснокожих», в котором я играл то, что играл в фильме «Смирнов», «Здоровое пило». Ну там танцевали кантри и все такое. И я помню, что мы эту сказку, это представление детское вождь краснокожих за один месяц втроем сыграли 52 раза. За месяц, да. То есть, как говорил мой друг Женя, нет той помойки, где бы мы это не сыграли. И мы ездили по лагерям, по каким-то тоже. А нам приходил лагерь, там такая была деревянная уличная сцена, а лавочек не было. Трава из травы толчали столбики с гвоздями. И дети между столбиками торчат. А жара и слепни. И они все на нас. И вот мы играем в это представление. Я похожу к Жене, а у него на спине штук пять. Я говорю, Сэмми! Он говорит, ага, зато он ко мне там билет. И так мы в сад, час, тук-тук-тук, значит. И он заканчивается это веселое представление. Оно всем очень нравилось. И дети встают, уходят, такой девочка, как ищет, мол, а я вот в Иваново видел, на гастроли они приезжали, я помню, в Иваново из Кирова, там что-то Кирсиатр. Да-да, и в Иваново гастроли приезжали. И эти говорят, ну что, мол, как тебе понравилось? А она говорит, да, то же самое. Только они там комаров не били. И вот так мы били комаров в течение всего лета. И дальше какая-то еще другая история, другая жизнь. Но опять же были такие, я почему говорю про сказки, это очень важно. Однажды я сам ставил сказку «Поющий поросенок». Сергей Козлов, он и тот автор, который написал «Ежик из пуманья». И хозяйку дома, хозяйку поросенка, репетировал заслуженный артист, Павла Цивилева, очень хорошая актриса. Он сказал, «Васенька, запомните, как делаете детскую сказку, четко надо знать, чтобы дети четко в зале понимали, кто наши, кто немцы». И я с тех пор, работав, всегда думаю, что дети должны понимать про то наши, кто немцы. потому что это неправильно, когда они не понимают. Они ничего же вообще замечают. Вот. И продолжалась эта история. И было там еще такое замечательное, такое детское представление. Как оно называется? А! «Приключение дюймовочки». Я в этом представлении играл жука. В первом варианте. У меня была такая странная песня. «Я жук, усач, мне равных нет, с собой я затмеваю свет. Я петь люблю, люблю летать, люблю себя я ублажать». И я говорю режиссеру, вы понимаете, как-то вот текст смущает. Дети-то, может, и не поют, а взрослые могут сказать, что-то как-то не очень вы поете. Он сказал, нет, все хорошо. И я помню, как на первый раз, вы слышали, ругаются взрослые, когда они ругают сказку детскую. Что вы там себе позволяете, что вы там вот такое вот. И как раз вот про это место тоже упоминали, что не надо так петь детям, такие вот странные слова. Но это не важно. Важно было другое, что в какой-то момент так жизнь сложилась, что я раскланялся с Киевским театром, а то были причины, а они считали одни и те же. Хочется чего-то большего, что есть, хочется других ролей, а и дают вот эти. И вот ты в сказках хорошо играешь, и тебе уже 30 лет ты играешь в сказках, и тебе 35 ты играешь в сказках, а хочется чего-то другого. И моя линия жизни привела меня. Это были другие города, сейчас это не очень важно. Важно, что я вновь оказался в Иваново, но уже так же и сложилось, что я оказался в Ивановском музыкальном театре. Есть такой театр в городе Иваново, бывший Ивановский театр музыкальной комедии. Бывшая пилета. Тут тоже можно поаплодировать. Чудесный театр. Маска является символом этого театра, такая волшебная. И в этом театре я тоже что-то играл. Ну, естественно, как. Когда меня туда позвали, мои знакомые артисты, я говорю, ребят, куда меня зайти, я не пою. Они говорят, неважно, мы споем, ты там. Давай. Я пришел к главному режиссеру, я говорю, только, пожалуйста, не ставьте меня, где нужно петь, я не пою. Он говорит, я знаю. Сказал главный режиссер. Через два дня я прихожу, визит расписание репетиции, вокальный класс. Чья фамилия первая? Моя. Я говорю, ну я же аккуратно, пришел на вокальный класс. И бежит концертмейстер Юля, такая милая девушка. Она, ой, вы Василий? Я говорю, да, я Василий. Подождите, подождите, сейчас, извините, я вам ноты забыл. Выбежит. Я говорю, Юль, стойте. Не надо. Ноты не надо. Что так, что так, какая разница. И, значит, это был большой спектакль. Здравствуйте, я ваша тетя. Чудесная пьеса. И там я на Води играл такого персонажа, я не помню, в фильме какие-нибудь там. Там такой есть Джек, хозяин квартиры где-нибудь там. Но в фильме там немножко по-другому. По пьесе вот так. И мы репетируем, и приходит Александр Сюрков, тенор, Евгений Побашов, там тоже артист, певец, вокалист. Они, значит, со мной репетируют. И когда все репетируют, он говорит, Вася, завтра сдача. Значит, смотри. Тут дуэт у тебя, я говорю, я знаю. Марай, я говорю, конечно. Так, здесь квартир. Там еще две сопраны, ты и я. Ну тут припев речитативом, ладно. А здесь еще трио. Я, ты и Дима, да? Вася, ну не парься, тут хором. И вот спектакль. Здравствуйте, я ваша тетя. Он меня подряд с твоими вещами. Первое. Я его репетировал под фортепиано, под пианистом. И я остаюсь за кулисами. Я уже в белом костюме, я уже в белом шарфе, весь такой с прической. И ко мне подходит дворецкий народный артист. Али Федорович Кирин, Царство Небесное. И еще бывшие там актеры, и говорят, Васенька, да у нас герой. Я говорю, в смысле? Какой я герой? Я же, он говорит, да нет. Мы только сейчас поняли. У вас сегодня премьера. Я говорю, да. Одна из главных ролей, да. Правильно. И без единой оркестровой репетиции. Там оркестр, это человек в яме. Не я их, и они меня в глаза ни разу не видели. Ну я вышел. Оркестр в яме уже вился. Потому что их не предупредили, что новый персонаж, дирижер тоже так задумчиво напрягся, глядя на меня. Ну он был опытный человек, и я его так благодарен. Он всегда мне так палочкой показывал. Так, мол, как палочку ставил, называть, заткнись. А когда он делал палочкой на меня, я показывал, ты и там мол давай, я раз и давал. И вот знаете, как-то даже неплохо получилось. Вот. Но в конце Кириллах я забыл текст переживаний. Там же оркестровая яма, тут балет, сижу в дыму все. И сидит на стуле, на таком диванчике сидит. А Дима, который, Бабашов, который играл вот эту тетю вот эту вот, с веером, он сидит в платье. А я прогожу с его спины вот так вот. Он меня останавливает рукой и шепчет. У меня кто-нибудь есть? А я ему должен сказать, у тебя никого нет, только племянник идиот. И он должен сказать, а у меня никого нет, только племянник и тот идиот. Он меня за руках. У меня кто-нибудь есть? Я поворачиваюсь, понимаю, что... А в голове-то как бы тишина. И дальше вот эта коронная фраза, которую актеры обычно используют. «Знаешь что?» Чтобы оттянуть развязку ужаса, полный зал в 1200 мест. «Знаешь что?» А на сцене сразу все понимают, что ты текст забыл. И сейчас сразу «Что?» «Что?» В оркестровой яме тоже оживление, они сразу «Ну, интересно!» Вот сейчас еще прикольчик слава. И я быстро перебрал возможные варианты текста, и меня спас божь краснокожих. Там была сцена, когда Сэмми лежал без сознания, то, что Митсон играл, а я над ним плакал и кричал, «Сэмми, на кого ты меня покинул?» Я думал, что он умер. «Я теперь одинок, как коза Робинзона Круза!» Вот это вызывало смерть в зале детский. И я ему говорю, Диме, уже в этом спектакле, «Знаешь что?» «Что?» «Ты одинок, как коза Робинзона Круза!» «Ну и пошли!» «Что там творилось в оркестровой яме?» «Я не представляю!» «Это не видно!» «Это же сделал не видно!» «Вижу только я!» «Я стою в порталу!» «А я все сказал!» «Дальше играет все!» «Они...» «Дима с Веером...» «Тут две сопраны, девочки тоже с Веерами...» «Пауза!» «Это с Веером...» «Да и решила спасти ситуацию...» «Ну, как-то...» «Из-за Вера...» «Так, ну...» «А что он сказал?» «Ну, вроде как...» «А Дима тоже не знал, что ей сказать этот эдиотский вопрос...» «Уже слышали все 1200...» «Он сказал, что я коза» «Оркестр упал второй раз...» «Ржали...» «Ржали низ...» «Занавес закрыли...» «В общем...» «Антракт еще сам...» «На одну одну сцену раньше...» «Да...» «И...» «Естественно, так получилось...» «Жизнь так сложилась...» «Что в этом же театре...» «Меня, естественно, отправили играть уже в музыкальные сказки...» «Сказка называется...» «Белоснежка» «Белоснежка» «А...» «Я там был принцем...» «Принц...» «Весь в белой рубашке...» «Вот в фортах...» «И...» «Там вот такая была сцена...» «Играл Белоснежка в день рождения...» «Балп» «И балетные танцуют...» «Звадцать...» «Девятерсмен...» «Минут десять его танцуют...» «Меня режиссер объяснил...» «Значит, смотри...» «Балетные танцуют...» «Стоишь в третьей кулисе...» «Вот они...» «Танцуют...» «Танцуют...» «Они тебя сами найдут...» «Возьмут...» «И тебя, значит...» «Выведут...» «Ты там в белоснежке...» «Хорошо, хорошо...» «Я все записал...» «Стою в третьей кулисе...» «Они танцуют...» «Я что...» «А когда...» «Не сказал...» «Я...» «Пришел...» «Думаю...» «Спектакль же, да...» «А когда же я выхожу там...» «Пойду...» «Думаю...» «Думаю...» «Пойду кого-нибудь спрошу...» «Закоряжу...» «За кулисами...» «Стоит так...» «Мужчина...» «Актер...» «Такой высокий...» «И в костюме...» «В шляпе...» «Ну...» «То...» «То...» «Я говорю...» «Извините, пожалуйста...» «Ну что?» «А не скажете, когда Принц выходит?» «Не знаю...» «Я сам второй раз» «В общем...» «Каким-то чудом я выставлю...» «Когда я выхожу...» «Стою в кулисе...» «Эти танцуют...» «Танцуют...» «И вдруг я слышу...» «Что...» «Музыка закончилась...» «И началась еще раз» «Оно...» «Ну...» «Устаю...» «Всё...» «Из группы танцующих...» «Почему-то...» «В танце яблочко...» «Почему-то...» «Видимо...» «Танцуют...» «Вовка Золотухин и Артур Ижевский...» «Вот так...» «И по кулисам...» «Вот так вот...» «Танцуют...» «В глубину сцены...» «И видят меня...» «И они танцуют...» «Когда так...» «Войстон с Сунькой...» «Ижевский говорит...» «Сука, ты где ходишь?» «И я сразу понял, что я хожу не там...» «Я к ним на штуке...» «А я под руки туда...» «Где во Снежке...» «Ну что там ходит...» «Всё...» «Тут Володя у меня тоже за спиной...» «И в этой же сказке случилась ещё одна весёлая история...» «Там на этом балу принца же обманули и посадили в тюрьму в этом спектакле...» «И он должен был отказаться от Белоснежки...» «И меня должны были стражники вывезти на цепях...» «Цепи за кулисами...» «Я пришёл, одел цепи, стою...» «Стражников нет...» «На сцене уже закончилось всё...» «Приходит такая тенокая королева...» «Вот эта вот...» «Мальчик...» «Белоснежка такая...» «Уходит так и...» «Я понимаю, что этих дураков нету...» «Надо идти...» «Да, сам себя...» «Ну, пою тогда, что типа мне тяжело...» «Выхожу, значит, так встал...» «Это уникальный коллектив...» «Королеву не пойду предели, что новый принц» «Я вышел...» «Себями так это...» «Она поворачивается...» «Ой, что ж...» «Так...» «Осторожно...» «И стреляка...» «Принц...» «Как принц...» «Значит, мы с ней эту сцену говорим-говорим-говорим-говорим-говорим-говорим...» «И я в конце сцены... «Не нужно рвануться...» «А они меня за цепи должны утащить...» «Их туда...» «Ха...» «А их нет...» «Сцена заканчивается...» «И королева...» «Ну, опытный артист...» «И так это...» «Стража...» «А их нет...» «Тюрьму его...» «И я так...» «Не надо, я сам...» «Чё там творилось...» «У полетных...» «Надо сцены за кулисами...» «Дальше подсылать...» «Я не знаю...» «В общем, это было...» «Там...» «Вчем музыканты...» «Там...» «Вообще было тяжело...» «На нас смотреть...» «Я ушел сам...» «И...» «А дальше...» «Устал я жить в родном краю...» «В тоске по гречневым просторам...» «Оставлю хижину мою...» «Уйду бродягую и вором...» «Пойду по белым кударям дня...» «Искать убогое жилище...» «И друг, любимый на меня...» «Наточит нож и заглянище...» «Весной и солнцем на лугу...» «Обвита желтая дорога...» «И та, чье имя берегу...» «Меня прогонит от порога...» «И вновь вернусь в отчий дом...» «Чужую радостью утешусь...» «В зеленый вечер под окном...» «На рукаве своем повешусь...» «Седые вербы у плетня...» «Нежнее головы наклонят...» «И не обмытого меня...» «Адулай собачий похоронят...» «А месяц будет плыть и плыть...» «Роняя весла по озерам...» «И Русь все так же будет жить...» «Плясать и плакать...» «Под забором...» «Начинал играть джаз...» «Приехали в Америку...» «Здрасте...» «Наш Иван с кисточкой...» «Все газеты в заголовках...» «Несравненная Дунка...» «И ее русский муж...» «Великая Изадора...» «И сергунка Еси...» «Ой, а кто это?» «Ах, какой-то русский поэт...» «Ну просто...» «В Америке актриса должна бывать в обществе...» «Естественно, Изадора приезжала к Сереже...» «Но он же не понимал ни слова по-английски...» «Кроме Еземьи...» «Он думал, что над ним издеваются...» «Их честовали...» «А он...» «Изадора домой...» «А в отеле он хватал ее за горло... «И кричал...» «Правду...» «Что говорила...» «Волитва американская сволочь...» «Ну...» «Сыпь, гармоника...» «Скука, скука...» «Гармонист...» «Пальцы льет...» «Волной...» «Сыпь со мной...» «Паршивая сука...» «Пей со мной...» «Излюбив тебя...» «Измызгали...» «Не втерпешь...» «Что ж ты смотришь...» «Так синими брызгами...» «Или в морду хошь...» «А искусство в Америке никому не нужно...» «Настоящее искусство...» «Там в страшной моде господин Довар...» «А на искусство начихать...» «Самый высший у них мюзик-хол...» «Душа, которую в России на пуды меряют...» «Там никому не нужна...» «Душа в Америке — это неприятно...» «Как растёкнутые брюки...» «Господи, как же я скучал по России...» «Жумереть можно...» «Я люблю Родину...» «Я очень люблю Родину...» «Хоть есть не грусть и ловая ржавь...» «Приятный мне свиней испачканный мор...» «И в тишине звенящий голос жар...» «Я...» «Я нежно болен...» «По знаминаниями детства...» «О апрельских вечеров мне снится хмариться...» «Как будто бы на корточке...» «Погреться...» «Присел наш клём перед костром зари...» «О как мне дороги все те проказы...» «Когда, стянув у матери краюху хлеба...» «Кусали мы с тобой её по разу...» «Ни капельки друг другом не погребов...» «А я всё такой же...» «Сердцем я всё такой же...» «Как васильки цветут в лице глаза...» «Стеля стихов злочёные рогов...» «Мне хочется вам нежное сказать...» «Мне хочется вам нежное сказать...» «А у меня ничего не осталось...» «Нет ни друзей, ни врагов...» «Я никого и ничего не люблю...» «Мне страшно...» «Я всё отдал стихам...» «Ты понимаешь, всё...» «Вон лес, поля...» «Даль, речка...» «И это отвернулось от меня...» «Друг мой...» «Друг мой...» «Друг мой...» «Я очень и очень болен...» «Я сам не знаю, откуда взялась эта боль...» «То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем...» «Только к рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь...» «Голова моя машет ушами...» «Как крыльями птица...» «И на шее ноги...» «Мальчик больше не в мочи...» «Чёрный человек...» «На кровать ко мне садится...» «Чёрный человек...» «Спать не даёт мне всю ночь...» «Чёрный человек...» «Чёрный...» «Чёрный...» «Слышишь?» «Слышишь, бормочет он мне...» «В книге много прекраснейших мыслей и планов...» «Этот человек...» «Проживает в стране...» «Самых...» «Отвратительных...» «Громил...» «И шарлатанов...» «В декабре в той стране...» «Снег до дьявола чист...» «И метель запевает весёлые прялки...» «Был человек тот...» «Авантюрист...» «Только с самой высокой...» «И лучшей марки...» «Был он изящен...» «Поэт...» «Она ухватистой силою...» «И какую-то женщину...» «Сорока с лишним лет называл...» «Скверной девочкой...» «Своей...» «Милой...» «А вы думаете...» «Мои стихи, они нужны?» «Поэзия...» «Она вообще людям нужна?» «Да ладно...» «Лунопарк...» «Забавно живёт и без Пушкина...» «А обо мне напишут...» «Много напишут...» «А мою автобиографию...» «Да ну её к чёрту...» «Любил...» «Целовал...» «Пьянствовал...» «Это всё не то...» «Не то...» «Вот...» «А Сидора Дункан...» «Вот она меня любила...» «Я ей напишу...» «Позову...» «Она ко мне откуда угодно прискачет...» «Есть дураки...» «Говорят...» «Всё...» «Кончился ваш Есенин...» «А я напишу...» «Я напишу...» «Ну их всех к чёрту...» «Дар поэта...» «Ласкать и корябать...» «Роковая на нём печать...» «Розу белую с чёрной жабой...» «Я хотел на земле повенчать...» «Пусть не сладились...» «Пусть не сбылись...» «Эти помыслы розовых дней...» «Но коль черти в душе угнездились...» «Значит, ангелы жили в ней...» «Вот за это...» «Веселье мути...» «Отправляясь с ней в край иной...» «Я хочу при последней минуте...» «Попросить тех, кто будет со мной...» «Чтоб за все...» «За грехи мои тяжкие...» «За неверие в благодать...» «Положили меня...» «В русской рубашке...» «Под иконами умирать...» «А вот то, что я сейчас вот здесь...» «Это не случайно...» «Судьбу мою не я решаю...» «Моя кровь...» «И поэтому я не ропщу...» «Но если бы я был белоквардейцем...» «Большевиком...» «Эсером...» «Меньшевиком...» «Я бы хоть что-нибудь понимал...» «А здесь я ничего не понимаю...» «Люди...» «Вы вокруг-то посмотрите...» «Что же творится в этом мире...» «Я...» «Лишен понимания...» «До свидания, друг...» «До свидания...» «Милый мой, ты у меня в груди...» «Предназначенное расставание...» «Обещаю встречу в двери...» «До свидания, друг мой...» «Без руки...» «Без слов...» «Не грусти...» «И не печаль бровей...» «В этой жизни...» «Умереть не новом...» «Да и жить, конечно...» «До свидания...» «До свидания...»